Первое мае в Владивостоке. Сейчас 10.37 утра, я иду в сторону Первомайской колонны. Погода сегодня неважная, примерно 8 градусов тепла, мелкий дождь и туман, поэтому обычного народа здесь не сильно. Сейчас мы пройдемся вдоль колонны и посмотрим, из кого он стоит и под какими лозунгами. Во главе колонны традиционная группа барабанщиц. Тут Санты. Простите, это точно Первомайская колонна? А, нет, вот наконец-то Порпсоюзов. Дальше идут Порпсоюзов, входящие в Файнпоэр. Если открыть сайт вместо Файнпоэр и посмотреть, кто туда заходит, то вот они все здесь, прям как Порпсоюз. Вот это первый относительно красный флаг, сначала колонна, тоже Порпсоюзная. А вот здесь стоит, нет, не Д'Артаньян, но явно Мушкутер. Вот это первый нормальный красный флаг, который мне попался на глаза. Потребовалось дойти почти до сквера Лозо, чтобы его увидеть. К сожалению, вид на сквер портят вот эти ребята. И они здесь не одни. Посмотрите на это трогательное единение голубых и желтых. Немногочисленная пятая колонна. Вот так выглядит колонна от остановки Лозо в сторону центра. Можете сами оценить буйство переливов красного цвета, которого здесь практически нет. Где он, я вам позже покажу. Работники сферы искусства. На заднем плане вы можете увидеть интересную вывеску. Сейчас мы ее посмотрим поближе. Да, вот она. Похоже, кто-то с пьяно промахнулся с праздником. Опять курсанты. Если бы их не было, колонна была бы примерно на треть короче. Профсоюз Приморского водоканала. Вообще-то в апреле у них возник конфликт с администрацией города по поводу здания на Некрасовском путепроводом. Но сейчас, видимо, работников все устраивает. Никаких лозунгов по этому поводу нет, как нет и бойкота самой демонстрации. Тем временем дождь усиливается. Обратите внимание на количество людей с зонтиками. Профсоюз Влад Хлеба. Знаете, почему многие из них приплясывают? Нет, не только музыка. Потому что построение колонны началось в 9, а сейчас в 11.15. Два с лишним часа на улице под дождем. Настроение само собой становится очень музыкальным. Вот вы видите конец колонны. Люди здесь стоят довольно плотно, но вообще-то вся колонна представляет собой такие вот группы людей с промежутком метров 15 между ними. И еще немного фрагментов. Вот так, на мой взгляд, должна выглядеть нормальная первомайская демонстрация. К сожалению, потом выяснилось, что это не инициатива самих работников, а креатив начальства. И еще хотел сказать пару слов о лозунгах. Чего не замечаете? Все актуальные политические лозунги в этой колонне самодельны. Еще обратил внимание, что некоторые группы пришли просто припариться. Например, как вот эти. Или эти. Вот колонна проходит мимо площади. Профсоюза сворачивает на нее, остальные направляются дальше по улице за пределы цепления. Запланировали концерты за дожди отменили, поэтому люди, скорее всего, расходятся по домам. Теперь перенесемся на два часа позже на Дальзавод, где собирается отдельная колонна под красными флагами. Вообще-то изначально они должны были идти следом за профсоюзной колонной и на два часа раньше. В администрации вовремя спохватились. Погода к этому времени улучшилась, но людей все равно немного. Все, кто хотел пройтись в колонны, как правило, уже сделали это утром и разъехались по домам к чаю, котам и теплым пледам. Во главе с прицепом на ручной тяги и под нестрой на ура колонна отправляется в сторону центра. Вот так это выглядит в движении. В голове колонны идет КПРФ и СТИ Комсомол, далее само КПРФ, часть несистемных лет. В хвосте группа дольщиков из снеговой пади замыкает колонна Монстрация. Про последние двух на канале есть отдельные видео. Колонна без приключений добирается к месту митингу, памятник, Калинину. Все занимаются делом. Кишенко командует. Товарищи, равномерно по площади распределяйтесь, пожалуйста. Самсонов грустит. Комсомольцы расслабляются. Кто-то выступает. Это частная компания, которую возглавляет генеральный директор Дмитрий Медведев. Кто-то делает селфи на фоне выступающих. Я хочу еще раз от всех собравшихся поблагодарить каждого из нас. Жизнь, тем не менее, продолжает идти своим чередом. С праздником, товарищи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok